Здравствуйте! Это программа события. Мы работаем в прямом эфире. О том, чем живет Самара сегодня, вам готовы рассказать наши журналисты и я, Инга Пейнер. Главная тема выпуска. Кроют козырями. Новую вокзальную ремонтируют большими картами. Детская площадка против гаражей. Кто победит? История дворажей в дорожном районе Самары. В коляске на прокат Самаре открылся первый пункт выдачи спецтехники для инвалидов. Долгожданный ремонт новой вокзальной стартовал в Самаре. Его проводят в рамках проекта «Безопасные качественные дороги». Улицу приводят в порядок на участке от Солнечной до Вольской. Ремонтируют большими картами протяженностью свыше 100 погонных метров и преимущественно ночью, чтобы не затруднять движение, в чем убедилась Лариса Шалафаст. Тяжелая техника на новой вокзальной срезает старый слой асфальта. Работают ночью, чтобы не затруднять движение транспорта. За смену рабочие снимают порядка 5000 квадратных метров покрытия. По словам специалистов, фрезеровку завершат в течение двух недель, вне зависимости от погодных условий. Затем участки очистят, зальют битумные эмульсии и начнут укладывать асфальтобетонную смесь толщиной не менее 5 сантиметров. На высокопрочных материалах тип B марка 1. В принципе, это высококачественный асфальт. Я думаю, что он будет держаться там не один год, а 5-6-7 лет. Ремонт выполняют в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги». Когда приступят к укладке асфальта, одну полосу движения на новой вокзальной планируют закрыть. Самарских водителей временные трудности не пугают. Долгожданному ремонту дороги только рады. Старался избегать вообще эту дорогу, объезжать. Дорога в безобразном состоянии была. Ну да, конечно, пора уже давно. Хорошо, что взялись. Наконец-то приведут дорогу в порядок. Заказчиком ремонта выступает Департамент городского хозяйства и экологии администрации Самары. Всего в плане на этот год привести в порядок большими картами более 80 проблемных участков во всех районах города. Из этого перечня 38 участков дорог обновят по федеральному проекту. При формировании плана работ мы руководствуемся именно мнением жителей органов ГИБДД, Общероссийского народного фронта и других общественных организаций. То есть это решение принимается с учетом мнения жителей нашего города. В этом году Самара принимает чемпионат мира по футболу, поэтому масштабный комплексный ремонт пришлось отложить. Его наибольший объем заранее включили в план работы и выполнили в прошлом сезоне. В этом году в Самаре обновят 80 километров дорог. Качество ремонта проконтролируют не только городские власти, но и общественники. Лариса Шлафаст, Константин Головин, События. Гаражный лабиринт. Еще 50 самовольно установленных конструкций, прозванных в народе ракушками, вскоре отправятся на свалку. Речь идет о гаражах в одном из дворов железнодорожного района Самара, что изуродовали и внешний облик территории и заблокировали все пути к детской площадке. Как будут бороться с проблемой, выяснил Даниил Лучко. В одном из дворов железнодорожного района стоит 50 самовольно установленных гаражей. Все бы ничего, вот только к детской площадке не подойти, говорят жители. Малышам приходится играть в соседних дворах. Нашим детям негде гулять, нашим бабушкам-пенсионерам негде сидеть. То есть хотели бы выйти бы на улицу, посидеть, но они не могут, потому что у нас все заставлено гаражами. Сами понимаете, детишки ходят в соседние дворы, им это неудобно, конечно, мамам. Хотелось бы, чтобы свой двор. Эти гаражи просто, они мешают спокойно жить и отдыхать людям, во-первых, детям. С Амарц обратились за помощью в районную администрацию. В октябре прошлого года жители подали заявку на участие в программе «Комфортная городская среда». Для того, чтобы сделать красивый и уютный двор, гаражи надо вывезти. Глава железнодорожного района уже провел несколько встреч со старшими домов и отправил уведомления владельцам гаражей, чтобы они самостоятельно приняли участие в вывозе. Мы планируем провести здесь уже встречу с теми владельцами, у которых есть вопросы, как мы это будем делать. Ну, соответственно, я надеюсь на понимание людей, потому что те люди, которые живут в этом дворе, я думаю, они сами не откажутся это сделать, потому что это нужно их детям, им самим. Те жители, которые когда-то в силу обстоятельств гаражи поставили, уехали и бросили их здесь, ну, эти гаражи, значит, будем демонтировать принудительно. Гаражи планируют убрать до конца лета, а уже осенью здесь будет красоваться новая детская площадка и отремонтированная дорога. В качестве компенсации за гаражи будут добавлены дополнительные парковочные места. Вадим Тюнин также проверил состояние двора у дома на Гагарина 65. Территорию благоустроили еще четыре года назад. С тех пор жители тщательно заботятся о внешнем виде игрового комплекса. Сюда сбегаются играть дети со всех соседних дворов. Вы знаете, что вот я хочу сказать, что как-то люди бережно относятся и к инвентарю. Вы видите, вот как будто вчера все это сделали, да, и молодцы, все очень бережно относятся. И у нас такого нет, чтобы вот, как говорят в некоторых дворах, там, значит, молодежь гуляет, бутылки там валяются. У нас такого нет. Жители железнодорожного района на субботнике планируют посадить деревья у себя возле дома. Во дворе много дачников, поэтому саженцы свои. Главный общегородской субботник состоится 21 апреля. На уборку выйдут активные горожане, студенты и трудовые коллективы. Городская администрация предоставит необходимый инвентарь. Данил Лучко, Максим Гусев. События. Им песня «Город убирать» помогает. Ученики сотой Самарской школы приехали в загородный парк на специальном экологическом автобусе. Это традиционная акция. Школьные творческие коллективы на протяжении нескольких лет приглашают жителей присоединиться к генеральной уборке города. На этот раз ученики сотой школы приготовили агитационные стихи, а также частушки, которые исполнили тут же под аккордеон. Жителям понравились выступления ребят. Они признаются, после такого приглашения обязательно стоит выйти на субботник. Мать, природу береги, из детских лет ее люби. Ты ее не обижай, а чем можешь помогать? Конечно, здорово. Погода хорошая. Ребята хорошие, молодые, веселые. Ну, субботник, в общем-то, и без этого планировали. Знаем, что 21-го общегородской субботник. То есть планируем выйти и убраться вокруг своего дома. Это будет важно для того, чтобы каждый примет участие и каждый поможет нашему городу сделать его чистым. Далее, коротко о других событиях дня. Сотрудники прокуратуры и полиции пресекли планы экстремистов сорвать матчи Чемпионата мира по футболу 2018 года в Самаре. Об этом сообщил генеральный прокурор Российской Федерации Юрий Чайко. По его словам, для своих целей экстремисты собирались привлечь футбольных болельщиков, участников объединения «Тойс». Участники группировки неоднократно избивали мигрантов, а также размещали экстремистские материалы в сети. В итоге, в 2017 году «Тойс» признали запрещенной на территории Российской Федерации. В Самарской области приостановлена работа трех торговых центров – «Самарская рента», а также «Тольяттинских» торговых центров «Каретный двор» и «Кольцо». По искам прокуратуры суды уже вынесли решение. В пресс-службе областной прокуратуры заявляют, при проверках выявлены нарушения, связанные с неисправным состоянием установок противопожарной защиты, отсутствием систем автоматического пожаротушения, пожарной сигнализации, размещением на путях эвакуации разных материалов или оборудования. В Самаре спасали подростков, катавшихся на льдине. Сообщение на пульт дежурного поступило вечером. Выяснилось, что в районе первой очереди набережной Волги требуется помощь подросткам, которые находятся на льдине на открытой воде. Прибывшие на место происшествия спасатели подняли ребят на борт катера, доставили на спасательную станцию, а оттуда передали родителям. МЧС предупреждает, в период паводка несчастные случаи чаще всего происходят именно с детьми. Родители должны следить за тем, как проводит свободное время ребенок и объяснять детям, как опасно в этот период играть у воды. В Самарской области начал действовать противопожарный режим. Об этом сообщают в региональном министерстве лесного хозяйства, охране окружающей среды и природопользования. В этот период в лесах запрещено разводить костры, бросать горячие спички, окурки, выполнять работы с открытым огнем. За нарушение правил пожарной безопасности в лесах грозит штраф в размере от 4 до 5 тысяч рублей на частных лиц и от 20 до 40 тысяч на должностных. В Самарской области в ближайшие дни пройдут дожди, сообщают гидрометцентры. Посадки выпадут в период с 18 по 23 апреля с перерывами. Ночью в эти дни ожидается температура от 3 до 8 градусов. Днем столбик термометра будет колебаться в диапазоне от 8 до 13 градусов. Коляски повышенной проходимости, портативные пандусы, ходунки и трости. Специальная техника для людей с ограниченными возможностями здоровья теперь доступна в Самаре. Взять оборудование на прокат можно бесплатно на 3 дня. Автор проекта – команда Самарской региональной молодежной организации «Инклюзивный клуб добровольцев». С открытия первого в регионе пункта выдачи инвотехники – репортаж Ларисы Шалафаст. В этом положении коляска стоит на тормозах и ее уже не сдвинется. Перед началом использования новой коляски – краткий инструктаж. Эти кресла управляются при помощи специального джойстика. С новинкой Геворг Каджаян осваивается в считанные минуты. На своей коляске приходится передвигаться только с помощью рук. Признается, преимущество современной техники чувствуется сразу. И в управлении она несложная. В первой открывшейся в Самаре пункт выдачи инвотехники закупили свыше 40 единиц на общую сумму более 3 миллионов рублей. Это коляски повышенной проходимости, электроколяски, портативные пандусы, шагоходы, ходунки и трости. Договор заключается на три дня. Взять в аренду оборудование можно бесплатно для того, чтобы отправиться на концерт, выставку, соревнования или чтобы просто испробовать современное оборудование на себе. Раньше люди об этом просто гадали. Читали в интернете, старались найти единомышленников через сайты, через группы в социальных сетях и спрашивали, насколько подходит то или это, как сгибается конкретная спинка или ручка, долго ли заряжается, сложно ли чистить. Сейчас все могут попробовать это сами. Воспользоваться услугами пункта выдачи реабилитационной техники может любой человек с ограниченными возможностями здоровья, проживающий на территории Самары и Самарской области. Также обратиться в пункт могут организаторы массовых мероприятий, чтобы сделать их доступными для инвалидов. Сейчас рассчитывают, что более ста человек, молодых только ребят, воспользуются этой возможностью и, наконец-то, выйдут за пределы своего дома для того, чтобы с открытыми глазами посмотреть на этот мир. Открытие первого в регионе пункта выдачи инвалидов техники проводится в рамках проекта «Жизнь в движении», поддержанного и профинансированного фондом президентских грантов. В планах также закупить технику для слабослышащих и слабовидящих людей. Лариса Шлафат, Сергей Баскин, События. Шашки, кинжалы и национальная одежда. В самарских школах проходит акция «Единство народов. Сила России». Нужна она, чтобы рассказать ученикам о том, как много народов проживает в Поволжье и как при этом избежать межнациональной розни. Для учеников планируют провести на эту тему психологические тренинги. А уже сегодня детям рассказали историю татар, немцев и чуваш, а также о поволжских казаках. Атаман Геннадий Пецин рассказал ребятам об известных казаках и об их роли в истории России. Считается, что завоеватель Сибири Ермак родился на самарской земле. Афанасий Кольцо, Барбоша, Ермак – это люди, которые, мы считаем, вышли с нашей самарской луки, оставили след в истории нашего государства. Это далеко не вся картина дня. И вот о каких событиях наши журналисты готовят материалы в следующие выпуски. Нам лучше знать, самарцам доверили самим разрабатывать туристические маршруты. Не упусти последний шанс. В Самаре открылся билетный центр ФИФА. Выйти на пенсию и в Инстаграм. Серебряные волонтеры рассказали, зачем нам в старости лет осваивают социальные сети. На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что у нас уже более 17 миллионов просмотров на Ютьюбе. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Удачи вам, увидимся. Редактор субтитров А.Семкин